По-китайски Минчжу. Минчжу, то есть Минчжу, то есть Минчжу. Совершенно удивительно, что некоторые страны, отнюдь не являющиеся образцами в своем внутреннем развитии, претендует на то, что именно они являются обладателями, владельцами сокровища, такого сокровища, как демократическая система. Только себе они приписывают наличие демократии, всем остальным в этом отказывают. Говорят, что они недостаточно развиты, и им нужно продолжать создавать демократическое общество по тем лекалам, по тем образцам, которые имеются в этих странах. Я имею в виду, прежде всего, страны Запада во главе с Соединенными Штатами Америки. В последние годы их внутреннее развитие, особенности развития Соединенных Штатов, отнюдь не может претендовать на звание какого-то образца, скорее наоборот. В то же время, если мы посмотрим на развитие современного Китая, здесь гораздо больше оснований говорить о успешной модели общественного развития. Никто не отрицает, и прежде всего, сами китайские друзья не отрицают, что в обществе еще очень много недостатков, над которыми нужно работать. И Коммунистическая партия Китая, как правящая партия, сама громче всех об этом говорит и обращает на это внимание. Тем не менее, если посмотреть даже на то, как общество, как государство справляется с эпидемией коронавируса, и как оно, государство, справляется с последствиями экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, то становится совершенно очевидным, что если у кого и можно поучиться, то это именно у Китая, а не у других стран. В мире существует около 200 государств. Примерно столько стран-членов Организации Объединенных Наций. Если посчитать все страны Запада, группирующиеся вокруг Соединенных Штатов Америки, то их будет не более 30-35, может быть, 40. Это отнюдь не большинство. Поэтому говорить о том, что именно эта сравнительно небольшая группа стран является носителем истины, совершенно неправильно. Для этого нет никаких оснований. Тем не менее, наши уважаемые партнеры не просто утверждают, что они являются образцами демократии, они пытаются, я бы сказал, даже как-то юридически разделить страны на демократические и недемократические. Именно с этой целью, как вы правильно сказали, Соединенные Штаты Америки в конце года хотят собрать так называемый саммит демократии и приглашать на него государство именно по этому признаку. Кого они считают демократом, тех они зовут, кого не считают, не зовут. Это очередная попытка создать линии раздела в мире. Такая политика не выдерживает никакой критики. Это не стремление найти передовые прогрессивные пути развития человечества, а стремление разделить страны, разделить народы на тех, кто более правильный и тех, кто менее правильный. И наши китайские друзья. И мы хорошо видим, что эта затея, этот план направлен прежде всего против наших стран. И мы, конечно, никогда с этим не согласимся. Я надеюсь, что большинство стран мира прекрасно понимает, в чем суть планов наших американских партнеров. И даже те из них, которые по конъюнктурным причинам стесняются говорить об этом вслух, когда беседуют с нами то, что называется офф-рекорд, они признают, да, действительно, такие попытки делаются, и они с ними не соглашаются. Но вслух мы понимаем, некоторым странам произносить это довольно трудно. Тем не менее, тем не менее, мы, я имею в виду и наши китайские друзья, и моя страна, мы убеждены в своей правоте, и правда обязательно победит.